Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на семинаре моделирования работы компании в программе Project Expert. Курс я читаю по Microsoft Project, ну и в частности читаю курс разработка бизнес-плана в программе Project Expert. Вот как раз про вот эту программку я чуть-чуть вам немножечко сегодня расскажу, потому что многие путают ее с Microsoft Project. Хочу подчеркнуть, что Microsoft Excel и Microsoft Project это разные программы. То есть это у нас программа российская, это программа российская, а вот все курсы по Microsoft Project это уже зарубежные программы, это программы производства компании Microsoft. Ну про Project Expert мы будем в дальнейшем говорить, немножечко пробегусь про Microsoft Project. Project сейчас очень востребован на рынке, если раньше выделяли деньги, а это деньги миллиарды рублей, то сейчас выделяют, но при одном условии. Многие мне говорят уже, слушатели, что вы должны составить программу проект в Microsoft Project. Как составлять, не знает, поэтому много у нас идет именно корпоративного обучения, потому что после того, после такой постановки вопроса директор практически сразу отправляет всех сотрудников учиться работать в Microsoft Project и ищет на рынке людей, которые умеют работать в данной программе. Ну и могу сказать, что Project это не Excel, потому что в Excel очень просто научиться работать, тут нужно знать методологию управления проектом. И если кто-то обратит внимание, я рекомендую именно курс большого проекта, то есть не вот Microsoft Project стандарта Microsoft Project Professional, он читается пять дней и в конце пяти дней обучения учили. Часто слушатели мне говорят, вы знаете, увеличьте время, потому что мы не успели изучить, не поняли, что же такое представляет программа. Нужно знать методологию и нужно уметь нажимать на клавиши. Читая курс корпоративной системы управления проектами и программами на основе Microsoft Project Server, что и методологический курс управления проектами на основе стандарта ANSI PMI PMBOK версии 5, это как раз методология ведения проекта. И вот если так мы будем говорить, то вот этот курс читается три дня, а стандарт читается два дня. Впихнуть трехдневный курс, хотя обещая частично в двухдневный курс, практически невозможно. Читая курс операционный производственный менеджмент, это свод знаний для руководителя производственной компании. Теперь давайте мы перейдем к нашему курсу и если мы будем говорить, что мы, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Во-первых, я покажу, расскажу о программе Project Expert и расскажу, как в Project Expert можно моделировать операционную деятельность закупки, производство сбыт. Также я расскажу, как можно моделировать в Project Expert экономическое окружение и налоговую систему и различные налоги. Ну и как можно в программе Project Expert просматривать и формировать, ну формирование разберем прогнозные, финансовые учетности и работы предприятия. Программа Project Expert, она разработана компанией Expert System, ну чуть дальше об этом говорю. И отличается от Microsoft Project, очень многие на моих курсах путают. Говорят Project Expert, показывает Microsoft Project, но говорят о Project Expert. И применяется для моделирования операционной деятельности компании. Поэтому, прежде чем мы будем разговаривать и смотреть данную программку, я хотел сравнить ее с Microsoft Project. Ну, в частности, я ее буду сравнивать с Microsoft Project 2016. Но точно так же можно ее сравнивать и с Microsoft Project 2013, 2010. Сильно они не отличаются. Project изменился при выходе 10-й версии после 7-й. Поэтому, если мы будем говорить. Microsoft Project, что у него есть? Он, во-первых, предназначен для проектов. Вот это очень важно. К примеру, строительство. Вы строите здание, соответственно, проект имеет начало, имеет окончание. И задача какая ставится? Построить его в срок, выдержать все нормы по времени, ну и, естественно, заработать больше денег. Сразу подчеркну, что не предполагается в проекте, что мы каждый дом будем строить повторно. То есть, раз построили, потом второй раз построили, третий раз построили. Это действительно проект. Надо построить бизнес-центр, бизнес-центр взяли построить. Надо построить производство. Если мы будем говорить, исходя из этого, что имеется в Microsoft Project? Во-первых, есть календарное планирование работ. Для руководителя проекта, руководителя стройки, очень важно понимать, когда ему ввести бетон, когда ему потребуется перекрытие, когда ему надо задействовать команду электриков, когда нужно приступать к прокладке коммуникаций, когда нужно прокладывать, делать газоны, тротуары. Вот все эти моменты, они как раз находятся в календарном планировании. Следующее, к чему привязан и когда надо использовать Microsoft Project, то есть, это его сильная сторона. Это и есть планирование ресурсов. Руководитель проекта не знает, сколько потребуется ему экскаваторов, сколько потребуется бригада рабочих, сколько потребуется каких-то других работников. И вот эти все моменты он может просчитать в ресурсном планировании. Поэтому Microsoft Project покажет в виде графика, когда используется какой ресурс, когда используется, когда будет какая загрузка. Вот на эти моменты в Microsoft Project можно будет найти ответ. Но, во-первых, в Project очень слабые финансы. когда даже показывает, я провожу курсы по Microsoft Project, я показываю, что может Project в отчетах считать неправильно, умышленно либо неумышленно. Ну, по крайней мере, при сложении у Project в в итоговом отчете суммы могут не сходиться. Особенность такая есть, потому что Project специально делается для того, чтобы подогнать под смету. И вот этот момент у него присутствует. Ну, и полностью в Project отсутствует склад, отсутствует такой элемент, как списание материалов, отсутствуют такие элементы, как закупки. Нет у нас банка, нет количества денег на расчетном счете. Если мы будем теперь сравнивать Project Expert, то Project Expert он предназначен именно для процессов, к примеру, производства. Если мы здесь построили наш бизнес-центр, то потом наша задача какая будет, это эксплуатация бизнес-центра. То есть мы будем, соответственно, получать плату ежемесячную за сдачу площадей в аренду. Мы будем искать арендаторов, мы будем смотреть, как у нас продаются дополнительные услуги. Точно так же не обязательно для аренды его использовать, вы можете использовать для производства. Мы можем выпускать, к примеру, комбайны, мы можем выпускать какие-то... Ну, делать, например, там, цемент. Мы делать можем какие-нибудь другое оборудование. Но самое главное, что тут на повестку дня наиболее важные стоят именно задачи оперативного управления работой предприятия. Если здесь у нас это основные средства, то здесь мы рассматриваем, как наше предприятие будет работать. Сколько сегодня запустить и закупить сырья? Как мы закупаем сырье? Какие у нас остатки на сырье? Вот все эти моменты решает программа Project Expert. Также здесь, если мы будем говорить, нет календаря. То есть, если в Project есть календарное планирование работ, и мы очень четкие, мощные календарные планирования. В Project Expert есть тоже геограммы ГАНТО, но они настолько слабые, что рекомендовать я их вам не могу. И в основном Project Expert использует календарное планирование. Ну, там есть, я покажу, создание основных средств для того, чтобы определить стоимость основных средств и рассчитать амортизацию. Вот Project Microsoft амортизацию не считает, он вообще не знает. Project Expert, наоборот, ему важны неважные сроки, когда мы построим. Самое главное, когда мы введем в эксплуатацию, когда мы будем платить деньги. Но важно конечная стоимость основного средства и важно начисление амортизации, потому что эта сумма будет влиять на прибыль нашей компании. Нет перегрузки ресурсов. Ресурсы есть, они работают, но Project не указывает, какое количество ресурсов вам необходимо. То есть, если у нас есть, они работают как бы... Даже если у нас есть оборудование, Project не будет указывать, я имею ввиду Project Expert, не будет указывать, что оно работает с перегрузкой. Но Project Expert формирует полную бухгалтерскую отчетность и налоги. То есть, он рассчитывает налоги, налоги на зарплату, начисляет амортизацию. Также он формирует все формы бухгалтерской отчетности. И вы можете также смотреть финансовые показатели вашего проекта. В основном Project Expert используется для бизнес-плана. Вы составили бизнес-план. В Excel прикинули, что это выгодно. Но для детального расчета всегда рекомендую рассчитать бизнес-план в Project Expert. И Project Expert моделирует производство, моделирует закупки, моделирует предоплаты. То есть, мы можем четко расставить, какие товары мы закупаем, где они хранятся, какие запасы этих товаров у нас будут на складе. Ну и если говорить, что выбирать для работы, здесь, я бы сказал, есть различия между проектом и процессом. То есть, если у вас есть процесс, это операционная деятельность, повторяющийся циклический характер. Магазин торгует булочками, магазин выпускает изделия. К примеру, у нас есть птицефабрика. Каждый день мы делаем одно и то же. У нас имеется высокая степень определенности. Освоены технологические процессы, есть технологические карты, есть нормы расходов материалов. И система управления нацелена на повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. В этом случае вам потребуется Project Expert. Ну, как я повторюсь, это программа российской разработки. Если у вас есть проект, он направлен на достижение конкретных целей. Мы можем говорить, что дом должен быть у нас построен. Также он предполагает координированное выполнение взаимосвязанных действий. Мы можем укладывать перекрытие, когда у нас готовы стены. И когда у нас перекрытия уже подвезены на нашу площадку. Имеет охраниченную протяженность по времени с определенным началом и определенным концом. И в конце у нас получается уникальный продукт. В этом случае вам потребуется Microsoft Project. Ну, и Project Expert – это программа разработки бизнес-планов, оценки инвестиционных проектов. Данная программа, она лучшая в своем классе. Ставшая благодаря своим возможностям стандартам для бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов в России, в странах СНГ и Балки. Я давно сам работал в Project Expert. Сейчас седьмая версия. Я начинал еще работать со второй версии. Это было достаточно давно. Но, тем не менее, возможности программы, которые я увидел, меня, конечно, немножечко подросли. Потому что достаточно было вбить всю информацию. Нажать F9 и вы получаете полностью результат. Аналитическая система, также Project Expert – это программа, позволяющая смоделировать планируемые инвестиционные решения, предоставить необходимую финансовую отчетность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте. Незаменима для создания и выбора оптимального плана развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов. Ну и данная программа позволяет масштабировать, моделировать от небольших компаний до холдинговых структур. И программа широко используется для бизнес-планирования, производства и оказания услуг во многих отраслях. Компания разработана, российская компания Expert System. Вот я показываю логотип этой компании, потому что зачастую, когда в интернете ищут, логотип компании почему-то другой. Ну, либо такой похожий сайт есть. Насколько я знаю, они пишутся даже через дефис. Вот здесь вот Expert System, сайт, который есть. Ну и обучение, которое я провожу, я буду показывать сейчас на демо-версии программы, которая умеет показывать все результаты на экране, как и полная версия, но не умеет выгружать результаты Word. Вот здесь ее имеется ограничение. Для чего? Данная программа обычно применяется для бизнес-плана. И я сейчас кратко покажу небольшой бизнес-план. Конечно, это нельзя сказать полноценным бизнес-планом. Ну, по крайней мере, что вы предполагали, где мы будем применять, в какой отрасли и какие цифры стоят за нашими расчетами. У нас есть завод по металлопластиковым трубам. Компания создана в 2016 году специалистами НИИ труба, который обладает профессиональными научными и конструкторскими навыками. И цель проекта – организация производства металлопластиковых труб на базе автоматизированного комплекса металлополимер. Здесь я указываю, какие размеры у нас будут. Для простоты мы не будем с вами моделировать вот эти размеры 25 и 32. Мы скажем, что у нас будет продукция 16 диаметром и диаметром 20-20 миллиметров. Ну, еще у нас будет бухта. О бухте я чуть-чуть покажу попозже. Это 200 метров трубы, которые смотаны в такое кольцо. Для данного производства у нас имеется установка. Соответственно, у нас установка, мы ее собрали. Здесь подается все необходимые реагенты. Металлопластиковая труба состоит из нескольких... Создается из некоторых материалов. Первое – нам нужно здесь разместить алюминий. Это один материал. Второе – у нас будет полиэтилен. Ну, и зеленый здесь показан клей. Поэтому нам придется вбивать в наши расчеты карточку расходов данного сырья на выпуск нашей продукции. Что у нас есть? Ну, представлена здесь сама линия, которая будет происходить, на которой будет производить выпуск. Ну, это была фотография с одного конца, это с другого конца. Соответственно, труба вот таким вот образом она идет. И потом она проходит, начинает наматываться на вот эту бухту. Вот так вот. И когда будет намотано определенное количество, мы можем бухту обрезать. И, соответственно, ее мы можем вот так вот упаковать в виде упаковки. У нас будет упаковаться такая упаковка. И в данной бухте у нас, получается, будет 200 метров. То есть, план работы подразумевает, что продажа будет как бухтами, так и погонными метрами данной трубы. Ну, и если мы несколько фотографий еще покажем, что у нас здесь имеется. Вот так кто там на работе. Вот уже намотаны бухты на вот этих вот держателей. И после того, когда... Это пример металлопластиковых труб. Я думаю, многие с этими знакомы. Ну, вот, соответственно, бухта. Мы видим, что здесь указано 200 умноженное на 2. То есть, диаметром труба 20 миллиметров. Соответственно, две трубы. И 100 погонных метров как раз вот здесь находится. Это немножечко кратко я рассказал, что... Какую бизнес-план мы будем с вами отчитывать. Теперь я... А, ну, еще у нас что есть? У нас есть сезонность. Соответственно, мы знаем, что усложнение задачи. Что сбыт у нас также в течение месяца. Вот здесь у нас наибольшее потребление. А вот здесь у нас спад. Ну, зимой как-то никто особо не строит. Для этого я открою программу Project Expert. И вот как раз вот программа, я подчеркивал, Expert System. Так как пробная версия нам не говорит, что у нас мы можем... Есть несколько ограничений. То есть, проект не будет составлять, не может превышать более полутора лет. И есть также дополнительные ограничения при работе с данной программой. Ну, в основном касается, к примеру, количества продуктов. Нельзя там вводить более трех. Но эти ограничения не касаются вычислений. То есть, все вычисления вы можете видеть именно полностью. Если я хочу создать проект, соответственно, я создаю новый проект. Ну, и я могу сказать, что да, вот начало проекта у меня будет, к примеру, сказать, что 2017 год. Продолжительность проекта установлю один год шесть месяцев. Скажу, что мой проект. Вот так напишу. Мой проект. Ну, там вариант первый. Автор я. Ну, и здесь выбираю папочку, куда я сохраню данные проекты. Я сохраню их. У меня есть папка, я создал на рабочем столе. Ну, и здесь напишу, что это будет мой проект. Вот так тут. Ну, вот здесь написано открыть, хотя на самом деле это получается сохранить. И после того, идея работы с программой, что после того, когда я сохраняю мой проект, у меня получается вот такое именно окошечко. Я в этом окошечке могу вводить в любой последовательности все, что мне нужно. Ну, к примеру, я могу сказать, ввести список продуктов. Если я буду вводить металлопластиковая труба, ну, например, шестнадцать. Единица измерения тысяч метров в тысячах метрах. Начало продаж, ну, давайте я скажу, что у меня будет с первого, ну, например, там, четвертого 2018-го. Вот я ввел название продуктов, нажал, соответственно, ОК. И дальше, если я нажимаю, запускаю пересчет. Нажал F9, и у меня мой полностью проект полностью пересчитался. Если мы посмотрим, что у нас здесь я ввел вначале информацию. Здесь у нас вводится название продуктов. Здесь у нас отображение данных. Ну, к примеру, я хочу, чтобы он посчитал мне по месяцам до 2019-го года включительно. Ну, настройка расчеты. Вводятся ставки, дисконтирование, детализации. Вводится много-много вот таких значений, которые здесь действительно есть. Информация о компании, стартовый проект, окружение. Ну, если я хочу, могу, например, зайти в операционный план, план сбыта. И я говорю, что вот здесь я буду продавать по тысяче рублей. ОК. Соответственно, мне нужно сюда ввести объем продаж. Я могу выбрать быстрый ввод. Скажу, ну, максимально буду 300 тысяч квадратных метров продавать. Рост начала продаж. Ну, давайте у нас будет. Вот так идти. Здесь начало спада. Какой-то, ну, например, такой месяц. Ну, и жизни цикл такой. Нажал ОК. Нажал ОК. И в результате у меня цифры здесь уже прописались. Что-то мне не нравится. Могу здесь сказать. Здесь будет 50. Здесь будет 80. Здесь будет 130. Ну, здесь, например, там 180 будет. Нажал закрыть. Нажал F9. F9 расчет проекта. Ну, вот я хотел показать, как достаточно быстро создавать проект. Я после этого сейчас уже открою заполненный файл, чтобы было проще. Ну, даже сейчас я могу зайти прибыль, убытки. Посмотреть. Вот мой объем продаж. Ну, естественно, я ничего еще не делал. Только деньги получаю. Но ничего здесь я не трачу. Я могу посмотреть cash flow, движение денежных средств. Я могу посмотреть баланс. Ну, понятно, что у меня других значений именно сейчас нет. То есть, вот как бы потом ввел одни цифры. Могу уже что-то дальше вводить. Ну, к примеру, могу там ввести календарный план. Какие этапы у меня будут и сколько они будут стоить. Ввел какие-то значения. Опять нажал F9. И у меня получился результат. Так как времени у нас не так-то много, я сейчас открою уже заполненный. Я подготовил заранее такой план. Ну, вот первое действие я сделал, что металлопластиковая труба. Сохраню изменения. И я открою заполненный вариант. И мы уже можем посмотреть на заполненном варианте. Делаю расчет. Расчет у меня полностью выполнился. Итак, у меня есть металлопластиковая труба 16, металлопластиковая труба 20. Также я продаю бухту. Это штуки. Ну, я показывал, что 200 квадратных, 200 погодных метров содержится. Отображение данных я прошу указать по месяцам до 2018 года включительно. Особенно это важно, когда у вас, если у вас большой проект, вы считаете на несколько лет, то в этом случае вы, как бы, можете сказать, что не надо нам показывать за каждый год. Далее идет настройка расчета. Вводится ставка дисконтирования. Ставка дисконтирования в рублях и евро. Project Expert — это многовалютная система, двухвалютная система. Мы можем продажи вводить в рублях и в евро. Детализация указываем. Показатель эффективности здесь вводится. В компании вводится также стартовый баланс. Какие у нас денежные средства? Что у нас здесь есть? У нас также есть. Нет запасов комплектующих? Нет. Ну, здесь можно ввести запасы. Какие у нас есть? Пассивы у нас есть. Вот здесь акционерный капитал. Вводится система учета. Как мы будем учитывать складские запасы? Далее в окружении вводится валюта. Курс евро, какой у нас присутствует. Далее вводятся предельные процентные расходы здесь. Вводятся показатели инфляции, чтобы я мог именно пересчитать. Вводятся налоги. Налог на прибыль, НДС, имущество, налоги на заработную плату, ФСС, вводятся. Вот эти все налоги я ввожу. В инвестиционном плане мы также можем создать уже, к примеру, вот здесь сколько мы монтируем оборудование. Но тут, в отличие от Microsoft Project, если вы зайдете, есть у нас характеристики этапа, характеристики актива. Здесь указывается расчет амортизации. Что амортизация у нас будет 60 месяцев. Как она будет списываться, вот эти вот моменты также учитывается при расчете финансового результата. Если мы посмотрим дальше, операционный план. Я заранее уже ввел показатели сбыта нашей продукции. Объем продаж вот именно нарастает таким образом по одной продукции у нас идет. По другой продукции объем продаж, график я черчу, нарастает практически аналогичным. Ну и бухта, если мы посмотрим график, вот у нас мы в конце будем 1800 бухт в месяц полностью продавать. Что еще? Можно посмотреть ценообразование. Здесь можно, например, заложить скачкообразные изменения цены с 13 месяца. Стоимость бухты, которая была 6500, становится 7500. Что можно еще заложить? Можно заложить сезонные колебания, можно заложить сезонность. Условия оплаты, задержка платежей за 30 дней. Продажа, например, по факту идет у нас. Условия поставок. Время на сбыт 30 дней. И я указываю, какой запас готовой продукции у нас должен находиться на нашем складе. В плане производства я закладываю технологическую карточку для того, чтобы сделать 1 тысячу квадратных метров бухты. Мне нужна фольга, клей, краситель, полиэтилен. Указаны здесь нормы расходов. Указано, сколько расходуются проценты потерь. Также можно указать зелью, зарплату, другие издержки, продукты. Ну и график производства. Я считаю, что неоркономическое производство для простоты ввел, что я производил столько продукции, сколько мне надо. Ну, если вот я посмотрю в бухте, то для того, чтобы произвести бухту, мне нужно полуфабрикатов. Этой трубы нужно 200 метров. И тогда вот дополнительно еще упаковка, которая стоит 35 рублей, она у нас именно потребуется. Материалы комплектующие. Я рассказываю, как я буду закупать здесь. Соответственно, здесь указывается объем закупок. Например, алюминиевая фольга раз в 2 месяца. Полиэтилен тоже раз в 2 месяца. Клей раз в 4 месяца. А вот краситель мы продаем, покупаем упаковками по 1000 кг. Например, вот этот тоже будет учитываться. Упаковка по мере необходимости. Далее, план по персоналу. Вводится, сколько будет, кто у меня будет готов работать. Директор производства маркетинга. Также можно указать, что будут, к примеру, директор получать периодические выплаты. Ежемесячно у него будут. Главный бухгалтер. Мы это указали. График производства, график получения зарплаты. Можно дополнительно формулах еще прописать. Что еще у нас есть? Общие издержки. Аренда офиса заложили. Транспортные расходы. На производство у нас идет. На маркинг у нас есть. Откаты даже заложили. Финансирование. Мы берем дополнительный займ. Процентная ставка у нас будет 15% годовых. Я ввел, сколько у нас будет схема поступления. Подобрал уже денежных средств. Ну и подобрал возврат денежных средств. Так, чтобы у меня денег хватало, но не было их слишком много. Можно облегаться. Другие поступления. Ну и теперь я нажимаю F9. Делаю расчет. Я могу сразу посмотреть уже отчет о прибылях и убытках. Я вижу, что в начале компании вот так вот тут можно даже построить график. У нас есть построение графика. Сейчас я вот здесь вот. Вот я смотрю график. То есть в начале компании у меня идет убыток. Потом она начинает у меня выходить в прибыль. Что еще я могу посмотреть? Это у меня отчет о прибылях и убытках. Я могу по кэшфолу посмотреть. В частности посмотрю, сколько у меня денег остается на конец месяца. Обратите внимание, что денег у меня не уходит в нуль. То есть вот количество денежных средств у меня всегда больше нуля. Я специально подбирал графиком получения и возвратом кредита. Я вижу, что больше всего вот здесь 11. Ну минимальное значение, если мы вот здесь подведем, ну где-то полтора миллиона рублей у нас также будет. Если я посмотрю баланс, я могу посмотреть уже суммарные активы. Как растут активы моей компании. Ну видно, что они вот здесь у нас возрастают. У нас так вот идет. Ну вот такой вот спад это либо из-за того, что проект у нас такой большой. Ну такое ощущение, что мы раз продаем остатки, которые у нас действительно есть. И могу еще посмотреть детализацию результатов. В детализации результатов очень много отчетов приводится. Которые, если так посмотреть, сколько мы объем продаж идет. Продаж там по варианту. Потери при сбытии мы не закладывали. На ОКС продаж. Прямые издержки материалов. Сколько у нас ушло. Что у нас суммарные. Прямые издержки. Общие издержки. Вот видно, что там и коммуналка пошла и реклама позже. А какие-то затраты у нас пошли раньше. Затраты на персонал. Менеджер снабжения раньше. А менеджер по сбыту позже у нас есть. Амортизация по активам у нас есть. Что у нас еще есть. Мы здесь посмотрим. Прибыли от курсовой разницы. Даже такие вещи. Программа Project Expert посчитала. Поступление от продаж я вижу. На внутреннем рынке у нас есть. Прямые издержки. Сколько у нас идет. Кэшфлоу. Прямые издержки. Видно, что что-то. Например, краситель мы закупили только один раз. На 2 миллиона. И он у нас, по всей видимости, лежит на складе. Что-то закупаем раз в 2 месяца. Что-то раз в 4 месяца. Что-то по мере необходимости. Что у нас еще есть. Зарплата на персонал. Кэшфлоу. Налоговые выплаты. Платежи за ресурсов. Сейчас мы посмотрим дальше. Выплаты на погашение займов. Выплаты на погашение займов. На обслуживание займов. Дивиденды. Счета к получению. Запасы материалов комплектующих. Сколько у нас есть, соответственно, в рублях. Незавершенка. Сколько у нас имеется. Запасы готовой продукции. Инвестиции. Основные фонды. Список активов. Накупленная амортизация. Займы. Счета к оплате. Расчет именно дебиторки есть. Полученные авансы. Цены продуктов. Мы видим, что вот здесь у нас рост произошел. Если мы вот так построим график. Я могу увидеть, что здесь действительно изменения, как мы заложили. А вот такое плавное повышение. Программа смоделировала с точки зрения инфляции на наши продукты. Цены материалов показаны. Объем закупок. Видно, что мы вот сколько, какое количество закупаем. Видим, что краситель именно по 1000 кг мы закупаем. Объем производства. Расход материалов. То есть таблиц получается очень много. И самое главное, что даже вы можете еще дополнительно таблицы эти составлять. Что еще данная программа позволяет? Во-первых, она позволяет генерировать отчет. Вот когда такой отчет есть, я его хочу, например, посмотреть, сделать. И вот получается вот такой отчет. Конечно, его в идеале потом уже распечатывать и представлять в банк, который расписывает все рассчитанные показатели. Вот у нас по месяцам кэшоу, которые сделали баланс. Финансовый показатель, эффективность. Это все в отчете также приводится. Также программа позволяет сделать анализ проекта. Она может показать именно, рассчитать финансовые показатели в зависимости от времени. Какие вот коэффициенты ликвидности она сразу вам считает. Все коэффициенты оборачиваемости. Все это действительно есть. Также считает эффективность инвестиций. В частности, численно приведенная стоимость у нас в рублях получается 5,5 миллионов рублей. Ну, а внутренний доход, ну, внутренняя норма рентабельности 22%. Ну, немного, но все-таки больше, чем ставка по депозитам. Также очень хорошо это анализ чувствительности. К примеру, я хочу, как он делается. И вот это мне в программе очень нравится. К примеру, я сейчас уберу все мои показатели, которые я выбрал. Я хочу посмотреть, как изменятся показатели, которые я посмотрел. От, к примеру, ставок налога, объема сбыта, от цены сбыта, задержек платежей. Далее, прямые издержки, общие издержки, зарплата по персоналу, ставка по кредитам. Ну, я думаю, в принципе, мне хватит. Я выбираю процент изменения каждого показателя. От минус 50 до 50 шагом, ну, к примеру, 10%. Нажимаю пересчитать. И моя программа начинает делать моделирование. То есть она смотрит, сколько будет, как будет работать моя компания, если, к примеру, ставка по кредитам будет на 10% больше. Либо, если издержки будут на 10% меньше. Либо, если, например, объем сбыта у меня увеличится. Либо, например, там будет меньше. И зачастую вот эти вот показатели, которые мы считаем, они однозначно вот в Excel напрямую очень сложно посчитать. Сейчас сделают расчет. И я продемонстрирую вам очень красивые графики, которые возникают. Достаточно быстро считает. Отчет уже готов. И теперь я могу выбираю, как я анализировать буду. Вот у меня есть показатели. Ну, к примеру, я могу посмотреть чисто приведенную стоимость. Естественно, если у нас 0%, то она везде одинаковая. Ну, я могу посмотреть, как она будет изменяться от ставок налогов. Смотрю график и вижу, что вот при нуле мы находимся здесь. Если же налогов будет меньше, заработаем больше. Если налогов будет, соответственно, у вас растут, то у меня чистая приведенная стоимость тоже будет падать. Но все-таки не настолько критично. Также могу посмотреть с объемом сбыта. Я посмотрю и видно, что понятно, что чем больше объем сбыта, то получается как бы лучше работать в компании. Но вот здесь хотел показать одну особенность. Есть такое понятие именно быстрый рост компании. Когда, к примеру, вы работаете, у вас есть финансовые ресурсы. И вдруг вы понимаете, что спрос на вашу продукцию очень и очень большой. И вы начинаете подгружать в повышенных темпах. Но есть оптимальный рост. И при превышении вот этого оптимального роста у вас может возникнуть нехватка денежных средств. Ну и вот здесь, если я его закрываю, выберу по объему сбыта не чистая приведенная стоимость, а минимальный кэш. Напомним, что у нас во всех месяцах минимальный кэш там где-то полтора миллиона был. Если я смотрю график, то я вижу, что на самом деле у меня получается очень такой интересный график. Что если я нахожу в нуле, у меня денег хватает. Если я продаю на 20% меньше, денег у меня не хватает. Ну понятно, что еще здесь. Но самое главное, вот эта обычно часть всем понятна. Но непонятно почему при увеличении объема продаж тоже возникает нехватка денежных средств. То есть как бы вот вроде бы считает график прямо должен быть, а он именно так закругляется в этой области. Объяснение очень простое. Что если у нас объем продаж очень маленький, то к концу наших проекта мы меньше будем зарабатывать. И мы не сможем соответственно вернуть кредит, который мы взяли. Поэтому у нас будет нехватка денежных средств. Но если мы начнем очень активно продавать, нам потребуется больше закупать продукции. Больше закупать сырья. А если нам потребуется больше закупать сырья, то в этом случае нам потребуется больше делать предоплат. И вот за счет того, что возникает больше предоплат, на начальных месяцах у нас может быть даже нехватка, видите, 15 миллионов, 21 миллион. То есть это связано именно с тем, что предприятие не может закупить такое количество сырья, чтобы выпустить продукцию. Ну вот аналогичный график. Это я вам показал минимальный кэш. Но есть и месяц минимального кэша. И если мы тоже посмотрим этот график, он четко нам показывает. Что если у нас в этом случае падение на 50 процентов, ну это в конце проекта мы видим 18 где-то месяц денег не хватает. Но если у нас денег как бы сбыт больше, то где-то вот на восьмом месяце нашего проекта мы увидим, что возникает нехватка денежных средств. Почему? Потому что растем очень быстро. Но денег идет нехваткой, мы не можем заплатить нашим поставщикам продукции за сырье. Не платим за сырье, в результате клиент отказывается, компания развивается достаточно плохо. Ну и вот все вот эти показатели тоже можно здесь посмотреть. Чистая приведенная стоимость, то есть внутренняя норма доходности. Мы видим какая у нас будет получаться. То есть вот этот показатель очень полезный при расчете и финансовом моделировании работы компании. Наше время уже подошло к концу. Большое спасибо. До свидания. Приходите учиться в центре специалистов.